Приветствую! Вы на канале Китайфак и сегодня на обзоре будут две новинки от компании Fireco. Это два лазерных уровня с красным и зеленым лучом Fireco F113XG и Fireco F113XR. Они абсолютно идентичны, у них различается только цвет лазера. Приходят приборы вот в таких маленьких компактных коробках, в сумке нет ничего необычного, стандартная сумка, шита в принципе неплохо, никаких ниток не торчит. Да, могут поставляться два комплекта, здесь как раз они представлены, то есть просто прибор, сумка и провод от зарядки USB Type-C. И второй комплект чуть подороже, он идет уже с таким магнитным креплением и также провод для зарядки. И соответственно у каждого прибора в комплекте идет инструкция на английском языке. Да, стоимость этих приборов на сегодняшний день варьируется от 1800 до 3150 рублей в зависимости от комплекта, ну и также цвета лазера. Если говорить о аналогичных конкурентах, то здесь несомненно стоит выделить лазерный уровень QPAR 5011G. Они абсолютно идентичны по функционалу, единственное различие то, что у QPAR аккумулятор литий-ионный и он встроенный. Здесь стоят два отдельных никель-металлогидридных аккумулятора в виде пальчиковой батареи, но чуть попозже вы увидите. И стоимость QPAR 5011G у них также плюс-минус одинаковая. Да, еще QPAR поставляется только с зеленым лучом, с красным лучом его нет. Итак, давайте начнем с инструкции и посмотрим какие технические характеристики у этих лазерных уровней. Так, значит вот две модели, кстати защита IP55 чуть повыше чем IP54, самая распространенная защита лазерных уровней. Класс лазера 2, погрешность плюс-минус 3 миллиметра на 10 метров, это сегодня также проверим, но в принципе это 2D уровни, они очень легко настраиваются, поэтому ничего страшного, если даже уровень пришел у вас немного сбитый. Диапазон работы компенсатора плюс-минус 3 градуса, рабочая дистанция у зеленого 20 метров, у красного 18 метров, но это опять же напрямую зависит от степени освещения. Чем ярче, тем меньше это расстояние. Эти приборы работают с приемником, у них есть такой режим и вот расстояние работа с приемником как раз от 3 до 35 метров, это имеется ввиду радиус, то есть диаметре 70 метров, длина волны, аккумуляторы никель металлогидридные 1,2 вольта, либо может работать от простых батареек. Время работы 5 часов и 20 часов у красного, но опять же кто смотрел видео, я проверял батарейки и сколько отработают уровни, то я думаю этот показатель несколько больше 5 часов, это скорее всего заниженная оценка. Резьба для крепления 1,4 дюйма, рабочая температура от 0 до 40 и температура хранения от минус 20 до плюс 60. Вот такие технические характеристики у этих приборов. Провод в комплекте как и говорил ранее идет с одной стороны USB обычный, с другой Type-C. Крепление магнитное стандартное, здесь установлены два мощных неодимовых магнита, также крепление можно закрепить на саморезы, эта черная вставка вся сделана из какого-то мягкого материала, возможно плотной резины и здесь у каждого магнита есть такое кольцо, но оно по всей видимости сделано из пластика, это чтобы не царапать магнитной поверхности. Становый винт укрепления 1,4 дюйма и сам уровень, сделаны они абсолютно одинаково, сделаны очень хорошо, придраться на самом деле не к чему, все зазоры четко соблюдены, черная это все резина, вот здесь снизу пластиковая вставка и снизу опять идет резина, которая здесь же заходит еще на дно. Тумблер включения, гнездо для зарядки и работает сети, клапан сделан из мягкой резины, закрывается хорошо, то есть по качеству сборки на самом деле придраться не к чему. Сверху находится одна клавиша управления и есть индикатор разряда батареи, на боковой части можно увидеть название, пройденные сертификации и еще другую информацию. Снизу располагается резьба 1,4 дюйма, латунная втулка, встроена очень хорошо, очень аккуратно и батарейный отсек, здесь находятся два таких аккумулятора, да кстати у зеленого аккумуляторы на 1200 миллиампер часов, такие же никель металл гидридные, но чуть побольше, у красного они идут на 1000. Отсек батарейный сделан таким образом, все очень просто, здесь никакой резиновой прокладки нет, закрывается очень плотно и хорошо, да крышка у нее несъемная, это в принципе тоже плюс. Да еще обратите внимание, что здесь стоит один излучатель на обе плоскости, с одной стороны это неплохо, но если вдруг вы словите смайл, это когда плоскости идут дугой, вверх или вниз, то его настраивать конечно здесь будет сложно, потому что будут завязаны две линзы уже, и к примеру будете выправлять горизонт, но будет уходить вертикально, тут уже не обойтись без специального коллиматора, в домашних условиях настроить смайлы именно вот на таком модуле, где две линзы стоят одновременно, будет довольно сложно, видите две маленьких линзы стоят на вертикаль и на горизонт. Да, вообще можете посмотреть видео, я не так давно разбирал полностью три прибора, вынимал все модули, вынимал эти линзы, то есть я там объясняю подробно, поэтому можете посмотреть, повторяться не буду. И как можете видеть, там стоит еще каркас, на котором установлен компенсатор, это тоже очень хорошо, но чуть попозже я разберу его и посмотрим поближе, как он выполнен внутри. Что касается функционала, оба прибора могут работать с заблокированным компенсатором, для этого просто зажимаете верхнюю кнопку на несколько секунд, пока не загорится плоскость, и можете размечать что-то под наклоном, линии будут мигать с дискретностью раз в 5 секунд, это не напрягает, это просто вас оповещает, что вы находитесь в режиме разметки под наклоном. Включаете компенсатор, это режим самоустановки, при большом наклоне, который превышает диапазон работы компенсатора, линии будут вот так быстро мигать, то есть это вам говорит о том, что прибор нужно немного поправить, поставить на более ровную поверхность. Так как здесь один излучатель на обе плоскости, то линии по отдельности переключать, конечно же, нельзя, для этого должно быть два отдельных излучателя. Кнопка сверху еще нужна для активации режима работы с приемником, удерживаете в районе трех секунд эту кнопку, линия начинает вот так быстро мигать, где-то 3-4 раза и линия начинает гореть чуть тусклее, в этом режиме нужно работать с приемником, то есть в обычном режиме приемник не будет видеть лазерного луча. Чтобы выйти из этого режима и линия стала чуть поярче, то опять же удерживаете эту кнопку в районе трех секунд, линии три раза мигнут и станут гореть чуть ярче. По функционалу в принципе все, если будет разгоризонтирование в режиме самоустановки, сверху будет диод мигать красным, но также диод будет красным мигать, когда будет разряжена батарея. Просто так в нормальном режиме и заряженными аккумуляторами этот индикатор не горит. Да, еще хочу обратить внимание, что зеленый луч действительно намного лучше виден, чем красный, в этих моделях это абсолютно точно так, бывает что красный более мощный стоит лазер и в принципе плюс-минус видимость их по помещениям примерно равна, но здесь есть прямые отличия, возможно на камере это будет не так видно, но зеленый луч здесь виден гораздо лучше, чем красный. По сравнению с Hupar 5011G вариативность питания здесь немного побольше, так как можно работать от простых батареек. Итак, давайте посмотрим, вот сейчас я подключил прибор, аккумулятор заряжается, индикатор горит красным, когда прибор зарядится он просто перестанет гореть. Включаем уровень, все хорошо, прибор работает от сети с установленными аккумуляторами. Теперь давайте посмотрим, если аккумуляторы будут достаны, будет ли работать прибор. Индикатор просто постоянно горит красным, да без установленных аккумуляторов также можно работать от сети, но конечно же, когда у вас стоят обычные батарейки щелочные, то подключать прибор к сети категорически нельзя. Также в принципе с прибором можно работать от простого пауэрбанка, вот у меня есть такой пауэрбанк, давайте посмотрим будет ли работать. Индикатор горит постоянно красным цветом, включаем, пауэрбанк на 20000 мАч, его должно хватить на большое количество времени, я думаю с питанием вопрос решен полностью. Давайте посмотрим вертикаль в ограниченном пространстве. Так вот здесь есть у меня такой коридорчик, расстояние у него ровно 1 метр и давайте сравним красный и зеленый, то есть как можете видеть красный кончается уже где-то на середине стены, высота потолков 2,70, зеленый идет намного выше, но до потолка также не достает и на потолок не заходит. С этой задачей конечно отлично справился Hupar Box 1G. Есть сравнительный обзор, посмотрите на канале, он в этом ограниченном пространстве заходил на потолок. Так давайте посмотрим на каком расстоянии от стены нужно поставить прибор, чтобы он начал заходить на потолок, чтобы была линия по всей стене. Так вот поставил на метр тридцать от стены, именно такое расстояние нужно чтобы линия заходила на потолок. Теперь давайте посмотрим толщину линии на разных расстояниях, сравним красную и зеленую, возьмем метр короткое расстояние, 5 среднюю дистанцию и дальнюю дистанцию возьмем 10 метров, начнем с одного метра. Итак на одном метре видно что красная линия кажется намного тоньше, она ровно один миллиметрик, даже чуть поменьше, но зеленая линия также очень тонкая, она тоже в районе одного миллиметра, просто она намного ярче и поэтому на рулетке кажется что она толще, просто красную линию видно намного хуже. Давайте посмотрим на 5 метрах. На 5 метрах ситуация такая же, На камере красную линию видно как-то очень хорошо, на самом деле глазами ее видно несколько хуже. По толщине они одинаковые, также в районе миллиметра, отличные линии в обоих. Но опять же повторюсь, по яркости я бы конечно взял зеленый. Давайте посмотрим на 10 метрах. На 10 метрах такая ситуация, линии очень тонкие в обоих нивелиров в районе 2 миллиметров. Лично я красный еле различаю, но на камере его опять же видно достаточно хорошо. Подергивание линии есть в обоих нивелиров. Такой эффект присутствует практически у всех нивелиров с компенсаторами маятникового типа на магнитных демпферах. То есть это нестабильное магнитное поле, подергивает маятник. Такой эффект полностью отсутствует только у нивелиров с электронным компенсатором. Для примера можете посмотреть на канале лазерный уровень Firecore Fir GL8-EA. У него электронный компенсатор и вы увидите, что линии у него стоят как вкопанные. Да, вот такая неприятная особенность у магнитных компенсаторов. Так, теперь давайте проверим их на точность. Проверять будем на 10 метрах. Прогоним точку, поставим сначала посередине на перекрестии с вертикалью. Потом посмотрим, как проходят хвосты через эту же точку. Они должны проходить с допустимой погрешностью. Погрешность у него, как помните, плюс-минус 3 миллиметра на 10 метров. Да, вертикали проверим по ранее проверенному, очень точному уровню QPAR 603CG. На канале все про него есть, смотрите. И давайте начнем с зеленого. Отметим точку на горизонтальной линии на 10 метрах. Отмечаем точку по центру линии. И теперь вертикалью поворачиваем в одну сторону на 2,5 метра от центра и в другую сторону. Смотрим хвосты, как проходят через эту же точку. Напоминаю, они должны проходить с допустимой погрешностью. Плюс-минус 3 миллиметра на 10 метров. Так, поворачиваем в правую сторону на 2,5 метра. И смотрим, как проходит левый хвост. Так, вот появилось небольшое отклонение, ставим также по центру. Разница между точками в районе 3 миллиметров. Это точка 2. Давайте посмотрим другой правый хвост. Сейчас запомним, это левый хвост, чтобы нам понять, куда завалена плоскость. Сейчас поворачиваем в левую сторону, но смотрим уже правый хвост. Так, теперь видим то же самое отклонение в районе 3 миллиметров, только уже выше первоначальной точки. Точка 3, это правый хвост. Теперь давайте посмотрим вертикаль. Так, включаю вертикаль на Hupar 603CG и сопоставляю с вертикалью Firecore F113XG. Давайте я наведу их друг на друга и посмотрим, какой есть разбег. Вот, навел я их друг на друга, снизу они ложатся друг к другу. И кверху появляется небольшое расхождение. Не знаю, видно вам или нет. Вот есть маленькое расхождение, слева идет Firecore, право Hupar. Друзья, на лицо просто соосное смещение. В этом видео попробуем исправить погрешность и посмотрим заново. Еще раз для понимания, у таких уровней, у которых один излучатель на обе плоскости, у них в основном может встречаться соосное смещение. Чтобы получить смайлы, это нужно сильно уронить прибор. А так, в основном соосное смещение. На самом деле, оно очень просто исправляется. То есть, как помните, вот наши замеры. Это центральная точка. Правый хвост у нас был выше центральной точки. То есть, чуть выше на 3 мм. Левый хвост чуть ниже центральной точки. То есть, по сути, плоскость получается у нас... Плоскость у нас немного горизонтальная завалена. И относительно искомой плоскости она идет вот под таким наклоном. Вертикаль, как помните, была сверху слева. То есть, она была чуть побольше, получается, слева, а снизу сходилась. Как видите, соосное смещение. Ну, просто, если бы я вертикаль сюда бы сдвинул, снизу бы ее не совмещал, а просто вычислил бы середину, то у меня было бы так же. Немножко здесь отходило бы и немножко здесь. И, по сути, бы проходило бы через центр искомой плоскости. И вот это и есть соосное смещение. То есть, нам надо просто чуть-чуть выставить маятник по-другому. И все плоскости повернутся у нас. Соответственно, этот край станет в искомую плоскость. Этот также станет в искомую плоскость. То есть, вот так пойдет. И, соответственно, верхушка также ляжет в верхний край, а нижний в нижний. То есть, просто подправить маятник. И теперь давайте проверим красный уровень. Включаем и также отмечаем первую точку на перекрестии. Отмечаем точку по центру линии. И теперь давайте повернем. Поворачиваем вправо на 2,5 метра от центра. И смотрим левый хвост. Левый хвост проходит с небольшим, совсем маленьким отклонением. В районе миллиметра полтора. Это вторая точка, левый хвост. Теперь давайте посмотрим правый хвост. Поворачиваем влево и смотрим правый хвост. Так, ну это все ожидаемое. Собственно говоря, идет чуть ниже, на таком же расстоянии, как и первый хвост. Третья точка, правый хвост. Есть небольшой уклон, но это абсолютно нормально в допустимых погрешностях. На 10 метрах очень даже хорошо настроен. Давайте посмотрим вертикаль. Итак, вот навелся на красную. Ее очень плохо видно. Честно говоря, я еле навелся. Но она хорошо практически ложится. Есть кверху маленькое-маленькое смещение. Красная линия выходит справа, там на пару миллиметров. Но даже так не видно. В общем, на лицо получается опять же маленькое соусное смещение. Это абсолютно в допустимых нормах. Но просто для себя, если хочется вывести намного точнее, то это опять же можно сделать. С разборкой наконец-то у FireCost стало все отлично. Достаточно выкрутить 4 болта и должна сняться крышка сверху. Вся система должна остаться на таком скелете. Крышка просто снимается, убирается и ничего не мешает для настройки. Прибор запитан. Внутри все сделано вот таким образом. Сверху плата аккуратно сделана. Да и вообще, в принципе, все сделано очень хорошо. Весь компенсатор стоит на пластиковом скелете. Каждая стойка имеет ребро жесткости отдельное. Но что заметил, здесь отдельные юстировочные винты. За что они отвечают? Ну давайте быстренько еще раз пробежимся. Центральный держит весь модуль. Эти по два сверху и снизу, ну именно в этой модели, подкручивают этот модуль туда-сюда. Но опять же, эта юстировка считается грубой. И для точной настройки она не подходит. То есть здесь вот смещение очень маленькое получается. И именно вот этими болтами выводить, ну его практически нереально. Очень сложно, вы будете постоянно перекручивать. То есть то в другую сторону, то в обратную. Миллиметр, два, три, этими сложно будет очень вылезти. И вот не знаю, опять у Firecore есть небольшая недоработка. Ну все отлично, все хорошо. Но почему нет винтов сквозных? Отверстие есть с резьбой для настройки маятника. Как раз что нам нужно? То есть вот здесь должен быть продольный винт, такой под шестигранник. Который внутри маятника ходит туда-обратно и меняет его центр тяжести. И также поперечный болт. Вот нам как раз нужен поперечный, чтобы этот завал, как помните, выправить. В последнем ролике я разбирал полностью три прибора. И там есть всякие болтики, винтики. В общем посмотрю и возможно что-то подыщу. Если нет, то к сожалению мне сейчас настройку не сделать. Сюда я ползти не буду, не хочу даже мучиться. Вот так на будущее, просто если кто-то столкнется, то проще всего найти такой болтик и им просто и быстро настроить. Они как раз для точной настройки, вот чтобы убирать небольшие смещения. Так, отлично. Как раз нашел вот старый маятник от HuPara. Вот такой нужен болт, шпилька, не знаю, обзывайте как хотите, под шестигранничек. Я думаю все равно в крепежных магазинах их можно скорее всего найти. Давайте посмотрим подойдет ли он. Да, отлично, подходит, вкручивается. То есть вкручиваем в отверстие для поперечной регулировки. Сейчас сначала поставлю его по центру и буду потихоньку выводить, смещать центр тяжести. Так, вот я вкрутил его вовнутрь. Вот я смотрю, правый хвост у меня был выше, левый ниже. То есть вот так, когда у меня прибор смотрит, правый хвост там, он был выше. Значит, у меня его надо опустить немного. Это значит, чтобы болт был сюда закручен, давил на маятник здесь больше и опускал его при установке. То есть вся плоскость будет опускаться. То есть вот по этому принципу я сейчас и буду устанавливать. Сейчас посмотрю, насколько уходит линия, потом подправлю. Так, ну вот, получилось очень быстро настроить. Даже не двигал больше болт на самом деле. Все, в этом положении, значит, и буду его оставлять. Вот как вкрутил первый раз, угадал, сразу попал как надо. Ну сейчас, давайте я его зафиксирую. Фиксируем обычным лаком для ногтей, чтобы он там от вибрации не раскручивался. Просто немного смазываем. Как и предыдущие болты юстировки, они также смазаны. Чтобы не выкручивались, но подкрутить их, когда надо, можно было свободно. Так, и давайте проверим новый результат. Включаем уровень и отмечаем первую точку. Отмечаем точку по середине линии, рядом с перекрестием. Сейчас давайте повернем. Поворачиваем вправо, смотрим левый хвост, как проходит через эту же точку. Итак, левый хвост проходит практически через первую точку. Ну, есть маленькое смещение, согласен, тут где-то полмиллиметра. Теперь давайте посмотрим другой правый хвост. Поворачиваем влево и смотрим правый хвост. И правый хвост проходит практически через обе точки. Не знаю, друзья, возможно, есть минимальный какой-то мизерный смайлик. Поэтому точно здесь уловить доли миллиметров невозможно. Но, как видите, результат налицо. Сейчас горизонталь отлично настроена. Давайте посмотрим вертикали. На 10 метрах разбег меньше миллиметра. Я считаю, это отлично. Включил вертикали у обоих приборов. Давайте смотреть. И они уже четко ложатся друг в друга. Как снизу, так и сверху. Очень легкая настройка. В общем, отличные приборы. Не хочу сказать ничего плохого. Единственное, конечно, страдает настройка. Не такая точная, как хотелось бы. Хотя все укладывается в заявленные характеристики. Но, тем не менее, опять же, истируются они предельно просто. Как могли видеть, это буквально заняло 5 минут. В принципе, если выбирать между 511G и Firecore F113 XG, я бы взял уверенно Firecore F113 XG. Если сравнивать, допустим, с тем же Huepar Box 1G, то тут я бы уже подумал. И, скорее всего, возможно, взял Box 1G. Хотя он не работает от сети. Вот, в принципе, и все. Если обзор был полезен, обязательно ставьте палец вверх. На канале очень много разных обзоров на абсолютно разные уровни, разные сложности. Поэтому переходите, смотрите, подписывайтесь. Коллекция будет только пополняться. Я с вами прощаюсь. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok